Как разные знаки зодиака разрушают свое счастье. Различные факторы могут стать причиной кризиса в отношениях, несовместимость жизненных целей, разногласия в бытовых вопросах и так далее. Однако астрологи утверждают, что знак зодиака, под которым человек родился, также играет ключевую роль в том, как он может подрывать свои отношения. Овин, Овин, вы подрываете свою жизнь, выбирая в партнеры людей, которые лишь истощают вас эмоционально. Вы думаете, что для них вы значимы, но на деле они лишь используют вас для собственного самоутверждения и развития своих недостатков. Телец. Телец, ваша проблема заключается в том, что вы стремитесь к комфорту и безопасности. Вы слишком осторожны в вопросах любви из-за страха перед отказом, с которым вы сталкивались ранее. Вы выбираете партнеров, от которых знаете, чего ожидать, потому что это комфортно. Однако вы заслуживаете кого-то, кто заставит ваше сердце биться быстрее, а не просто обеспечит вам спокойствие. Близнецы. Близнецы, вы склонны убеждать себя, что ваш текущий партнер – это именно тот, кто вам нужен. Ваша неуверенность в выборе заставляет вас колебаться между разными возможностями. Из-за страха сделать ошибку, вы остаетесь на одном месте и не двигаетесь вперед в отношениях. Рак. Рак, вы подрываете свои отношения, не высказывая свои желания и потребности перед партнером. Хорошее отношение строится на взаимности, и когда вы односторонне вкладываетесь, не заявляя о своих нуждах, это в конечном итоге приводит к разочарованию в партнере. Рак. Хотеть быть для всех хорошим – это, конечно, здорово, но помните, что некоторые люди могут быть слишком самоцентричными. Лев. Лев, вы склонны подавлять свои негативные эмоции, считая, что проявление уязвимости или слабости – это что-то неприемлемое. Вы избегаете этих чувств, потому что не умеете их адекватно выразить. Это приводит к тому, что вас могут привлекать очень эмоциональные люди, но вы не в состоянии полностью понять их или ответить им той же мерой. Дева. Проблема Девы заключается в поиске идеального партнера, соответствующего всем пунктам вашего внутреннего списка желаемых качеств. Однако найти человека, который удовлетворит все эти критерии, практически невозможно. Помимо этого, вы сами к себе предъявляете чрезмерные требования. Для того, чтобы быть счастливыми в отношениях, сначала нужно научиться быть довольными собой. Весы. Весы склонны смотреть на мир через розовые очки, из-за чего они часто не замечают истинные мотивы окружающих. Хотя вы хотите думать, что у всех хорошее намерение, иногда вы оказываетесь в компании не самых лучших людей и пренебрегаете этим фактом. Скорпион. Скорпионы часто слишком осторожны, не позволяя окружающим приблизиться к ним. Хотя самодостаточность и независимость – это хорошо, избегание близких отношений и страха быть уязвимым может лишить вас глубоких эмоциональных переживаний, которые вы ошибочно считаете признаком слабости. Стрелец. Ваша уверенность в себе может стать вашим ахиллесовым пятном. Вы часто считаете, что сможете справиться с любыми проблемами самостоятельно. Но иногда важно признать, что вам нужна поддержка, и это нормально. Вы заслуживаете такой же глубокой привязанности и любви, какую вы готовы предложить другим. Когда вы научитесь ценить себя так же, как окружающих, кто-то непременно ответит вам взаимностью. Козерог. Вы чрезмерно ориентированы на общественное мнение и слишком много думаете о том, как окружающие воспримут вашего партнера, забывая о том, что на самом деле важно – ваше собственное счастье. Если ваш партнер делает вас счастливым, это единственное, что действительно имеет значение. Водолей. Вы подрываете свои отношения, стремясь компенсировать внутренний душевный вакуум за счет других людей. Важно осознать, что ни один партнер не сможет вас исправить, пока вы сами не научитесь любить и ценить себя. Рыбы. Ваш критический недостаток в отношениях – это стремление держаться за тех, кто вас ранил. Повторять одни и те же ошибки, ожидая разных исходов – это нерационально. Выбор партнеров, которые вам не подходят – это ваша слабость, потому что вы достойны гораздо большего, чем то, на что вы себя обрекаете. В зависимости от знака зодиака, каждый человек имеет свои уникальные особенности и слабости в отношениях. Однако, важно помнить, что астрологические знаки – это лишь инструмент для самопознания, а не догматические правила. Отношения – это сложный процесс, требующий взаимного уважения, понимания и, прежде всего, самопознания. Зная свои слабые стороны, вы можете работать над собой и строить более здоровые и счастливые отношения. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.